буду делать ручку при помощи вот такого кабеля это антенный кабель чуть подрезала оплетку сверху чтобы он был внизу чуть потоньше очень хорошо туда входит потому что я заранее это предусмотрела посмотрите с изнаночной стороны как я закрепила и как это выглядит с лицевой стороны вот этот хвостик оставила наверху обрезать его не буду он прижмется сейчас набираю ручку для нужной мне толщины потому что конечно кабель тонковат мне хочется чтобы ручка была по массивней для этого использую сухие всякие остатки хвосты всевозможные которые остаются от работ причем здесь даже не важен цвет потому что все это закроется но важно чтобы трубочки были именно сухими они пойдут сейчас под скотч потом будет оплетка то есть если они будут влажными это все-таки опасно скотчем и так оборачиваю небольшими кусочками не целиком набрала какое-то количество прутиков и обернула дальше там где они заканчиваются опять новые набирая и так далее пока это набираю хочу объяснить почему важно ручка у корзины какая бы она ни была красивая качественно сделанная если некачественно сделана ручка это катастрофа были у меня такие моменты когда я только начинала плести ручку сделала она потом в процессе просто выдернулась оттуда поэтому все внимание на ручку она должна быть прочной и очень надежно закреплена небольшое количество трубочек после моих экспериментов мне удалось спасти я их еще раз обработала и теперь они пригодятся мне вот в такой простой операции тем более что это обмотка будет предварительной не окончательной в основном я это делаю для того чтобы набрать еще толщину ручки и закрыть цвет скотча чтобы он не проглядывал на чистовой обмотки ручки вообще я видела что так ручки делают именно на чистовую обработку но мне такой вариант не понравился потому что витки дальнейшем расходятся при эксплуатации сейчас буду закреплять ручку подробно объясню как это делается протягивала так вот сквозь плетение трубочки предварительно промяло их как следует наверх отвернула хвост чтобы его прижать параллельно ставлю трубочку и опускаю вниз на обратную сторону смотрите сквозь плетение проходит этот виток его совершенно не будет видно и на обратной стороне на один ряд поднимаю как бы наискось и выхожу в следующий ряд на лицевой стороне тем самым я закреплю кабель и закрою его цвет потому что белый цвет проглядывает сквозь плетение это не аккуратно некрасиво очень хорошо затягивала да хочу сказать еще что там я этот хвост потом который вошел в плетение обмотала скотчем и промазала клеем давай этому всему высохнуть это на видео я делаю все подряд а так каждый этап я просушивала и опять на ряд выше очень хорошо подтягиваю хвост нужно будет обрезать сейчас он уже закреплен на лицевой стороне параллельно утапливаю виточки плетения чтобы было не очень заметно но я думаю уже так достаточно понятно что и как я делала протянула вот такие витки очень плотно затягивая до самого верха тем самым добавила прочности ручки и на мой взгляд получилось аккуратно незаметно и довольно надежно сейчас набирая уже окончательное вариант оплетки ручки поставила стойки вдоль ручки прямо в плетение и вот такими витками обвиваю вокруг трубочки посередине пришлось нарастить это важно чтобы было незаметно за этим нужно посмотреть хотя у меня ручка видимо будет наверху чем-то обработано кусочком кожи или чем-то я посмотрю дальнейшем но все равно хотелось бы чтобы это было любом случае аккуратно сейчас покажу как я добавляла стойки для оплетки расширяла пространство такой колышек у меня есть металлические туда прямо плетение вставляла сначала с одной стороны вставила потом с другой сейчас навстречу друг другу пойдут витки вот таким образом вот посередине придется их наращивать прямо подряд ставлю хорошо видно вот я неудачный ракурс такой выбрала когда заработаешься вообще ни о чем не думаешь ракурс однозначно неудачный но посмотрите там видно прям все куда ставить по смыслу как-то можно догадаться не обвиваю вокруг до того момента когда уже все пространство пустые на ручке будут заполнены в итоге получилось что я оставила с каждой стороны по 8 трубочек но я думаю что это число запоминать не обязательно это будет зависеть от толщины вашей ручки обязательно нужно хорошенечко подтянуть начинать Продолжение следует... Продолжение следует... И незначительные щели между ними образовались все-таки. Поэтому моя предварительная оплетка меня в каком-то смысле спасла. Если вы этот момент не учтёте, накрутите прямо на скотч, то, возможно, на следующий день вас ждут неприятные сюрпризы. Поэтому посмотрите. Может быть, если не так, как я делала, то, может быть, какой-то другой вариант. И сейчас буду делать замок. Беру самую нижнюю трубочку из оплётки. Пропускаю её под рядами верёвочки из трёх трубочек. Опять помог мне мой инструмент любимый. И, конечно, очень хорошо тщательно нужно протянуть с таким усилием. Потому что, я ещё раз повторяю, трубочки могут подсохнуть, ослабиться. А нам нужно, чтобы ручка была крепкой. И кончики уже короткие. Мне сейчас придётся ещё раз нарастить и обязательно подождать, когда всё подсохнет. Только потом буду делать замок. Вот этот момент обязателен. Потому что, если влажные наращивания в этом процессе задействовать, то в дальнейшем может это всё разойтись. Будьте внимательны. Восемь трубочек было, конечно, нелегко сюда пропустить. Расстояние там не такое большое. И теперь первую трубочку. Обвиваю вокруг ручки очень плотно. Прямо затягиваю с усилием. Следующая выше. Буду подниматься с каждой трубочкой наверх. Смотрите, чтобы трубочки не перекручивались. Это некрасиво смотрится. И ещё раз. Вокруг. Очень туго. Протягиваю сейчас на изнаночную сторону. Потом с обратной стороны будет тоже замочек. Здесь приходилось уплотнять, потому что расстояние маленькое. Опять немного перекрутила. Это классический замочек. Замок, который применяется в плетении из лозы. Ничего здесь нового нет. Я ничего не придумывала. Этот приём применяют плетельщики из илова прута. Я ничего не думала. Продолжение следует... последнюю трубочку уже очень трудно просовывать наше расстояние буквально там какие-то миллиметры оставались и сейчас на обратной стороне будем делать такой же замок вот под эти витки мне нужно будет просунуть все трубочки хорошенечко их там подтянуть и обрезать заглядывая вперед могу сказать что ручка получилась очень прочная если мне удастся поставить ссылку на очень короткий ролик где мы испытывали ее прочность то она сейчас появится наверху справа в правом углу экрана если нет тогда ищите ее в описании или в закрепленном комментарии завершение этого ролика хочу показать вам раствор которым я выровняла цвет корзины потому что некоторые трубочки ну где-то поврежденные вытянулись сменили цвет я думаю что такой интересный прием может вам пригодится вот такой я лак выбрала он матовый тщательно его перемешала потому что стоит давно уже осадок там такой приличный был не считала ложки честно говоря так по объему ориентировалась если вам интересно посчитайте я красила трубочки вот такой морилкой она мне немножечко осталось это красно-коричневый цвет номер три сухая морилка добавила тоже так на глаз показалось немного жидкого ты добавила еще лак так примерно пару столовых ложек на вскидку вот этим раствором я два раза корзину покрыла потом покрыла уже чистым лаком и какая она получилась сейчас на фотографиях вы все увидите